Староста деревни Пруссы Елена Лосева каждый раз готовится к встрече с мытищенскими властями заранее. Она опрашивает местных жителей, что бы они хотели улучшить, и фиксирует все до мелочей. Дело ответственное. Каждый вопрос важен, и нельзя упустить ни одну возможность поделиться своими пожеланиями по улучшению деревни. Мы заострим внимание на том, что у нас было по предыдущей встрече. У меня вот есть протокол предыдущей встречи, есть нерешенные вопросы с тех пор еще. Ну, это вопросы и поваленных деревьев, и перекрытых проездов, и неоформленных. Также то, что вот жители на что жалуются. Вопросов таких у нас достаточно много. Все вопросы внимательно выслушал Павел Нуштаев, заместитель главы администрации городского округа Мытищи. Среди них были связаны с обустройством системы водоотведения населенного пункта, опиловки аварийных деревьев вдоль автомобильной дороги и другие. Конечно, здесь есть много сложностей. То, что земля, мы сейчас услышали, где-то Гослесфонд, где-то совхоз имени Тимирязева, где-то Мосводоканал, там дорога. Но, тем не менее, есть механизмы решения различных этих вопросов по остановке. Вот очень сложный вопрос. У них нет разворотной площадки для автобуса, нет остановки, чтобы детям, людям уезжать комфортно. Но мы уже с нашим управлением дорожного хозяйства проработали этот вопрос, знаем механизм и уже в стадии решения. Так же, как и вопрос с передачей электросетевого хозяйства в публичное акционерное общество Россети. Он находится в стадии проработки и в скором времени будет решен. По итогу встречи был составлен протокол. Все пожелания жителей деревни Прусы находятся под постоянным контролем администрации округа. Екатерина Шарыпова, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.